Донецкая Республика Все еще не успокоившийся террорист и алкоголик, командир 58-го отдельной мотопехотной бригады Дропаты, продолжает расстреливать из танков и артиллерии населенные пункты Ясиновата и Спартак, выпустит по ним три танковых снаряда и 22 мины калибром 120-82 мм. Хочу напомнить, что в ночь на 3 октября в результате огня артиллерии этой бригады по поселку Ясиновата, прошу прощения, городу Ясиновата, получили повреждения 9 домостроений и газовая труба одного из домов. Один из снарядов калибром 122 мм попал прямо в квартиру по адресу 3 микрорайон, дом 11, в котором проживает семья Ковалевских. Валерий Альбертович и его жена Ольга Михайловна, которые в этот момент находились дома, когда это произошло. Оба остались живы только благодаря тому, что они находились с другой стороны дома, потому что квартира насквозь идет, если так говорят, проходная. В свою очередь, на небезывестный украинский военачальник, желая переплюнуть Дропатова по геноциду мирного населения, командир 128-й горно-пехотной бригады Шаптала выпустил 31 мину калибром 82 мм по населенному пункту Веселая и району аэропорта Город Донецк. Их общий подельник, командир 46-го отдельного батальона Донбасс-Украина-Власенко, поддержал своих товарищей и три раза обстрелял поселок Трудовский и Петровский район города Донецка из 82-х минометов. Также населенные пункты Зайцево-Горловка-Исиновата-Викторовка-Исаханка украинские поселка обстрелились применением гранатометов и стрелкового оружия. Украинская военнокомандная продолжает экспериментировать над своими подчиненными. Что, как всегда, заканчивается небоевыми потерями в подразделениях. Так установлено, что во время тренировки по боевой подготовке минометным подразделениям 3-го батальона 30-й отдельной механизированной бригады из-за нарушения требований безопасности произошел подрыв мины калибром 120 мм. В результате подрыва погиб один военнослужащий бригады. Данный факт скрывается командованием от вышестоящего руководства. Стал известен факт того, что военнослужащим 30-й отдельной механизированной бригады при проведении мероприятий по увольнению за ВАЗ первой партии шестой волны мобилизации не будут произведены боевые выплаты за год. Данные факты привели к росту негодования среди военнослужащих 30-й бригады и возникновению конфликтных ситуаций в отношении командования. В очередной раз напоминаю, что наши подразделения продолжают проведение занятий по боевой подготовке и поддерживают свою боеготовность, чтобы отразить любую агрессию со стороны Украины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok